Привет друзья! Знали ли вы, что ежедневно употребляя 30-35 г семечек тыквы, вы получаете примерно половину от рекомендованной дневной нормы магния и трептофана, более 73% марганца, 40% фосфора и 22% меди. Неудивительно, что врачи и диетологи рекомендуют включать этот продукт в ежедневный рацион. Хотите узнать, что произойдет с вашим телом, если каждый день употреблять семена тыквы? Семена тыквы необычайно полезны для здоровья. В них содержится практически вся таблица Менделеева, цинк и кальций, калий и селен, магний и натрий, железо и марганец, фосфор. Вся польза семян тыквы и противопоказания. Какие семена тыквы полезнее, сырые или жареные? Сколько тыквенных семечек можно съедать в день? Помогают ли семечки тыквы похудеть? Можно ли употреблять семена тыквы перед сном? Вред тыквенных семечек. Противопоказания к употреблению семян тыквы. Какие семена тыквы полезнее, сырые или жареные? При высокотемпературной обработке в семенах тыквы разрушается львиная доля полезных веществ, которые к тому же становятся вредными для организма. Так, при температуре, превышающей отметку в 90 градусах, из семян испаряются эфирные масла, запускается окислительный процесс, сопровождающийся образованием свободных радикалов, токсичных веществ, отравляющих наш организм. Вывод. Полезны для организма исключительно сырые очищенные семечки тыквы. Сколько тыквенных семечек можно съедать в день? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Если вы не имеете проблем с лишним весом и не предрасположены к полноте, смело можете съедать до 100 граммов сырых семян тыквы в день. Если вы следите за фигурой, диетологи рекомендуют ограничить употребление данного продукта до 30-60 граммов в сутки. Помогают ли семечки тыквы похудеть? Семена тыквы – очень калорийный продукт, в 100 граммах которого содержится. Белков – 25 граммов. Жиров – 46 граммов. Углеводов – 5 граммов. Калории – 560 килокалорий. Учитывая калорийность тыквенных семечек, диетологи рекомендуют при их употреблении придерживаться нормы в 20-30 граммах, особенно если вы предрасположены к набору лишнего веса, либо активно с ним боретесь. Если меньше стакана тыквенных семечек за один прием вы не съедаете, то отрабатывать лишние калории придется в спортзале. В то же время нельзя не отметить и пользу тыквенных семечек для похудения. Семена тыквы содержат большое количество клетчатки, очищающий кишечник, нормализующий стул и ускоряющий метаболизм, что в свою очередь способствует более интенсивному жиросжиганию. Если ваша цель похудеть, но при этом сохранить мышечную массу, помогут тыквенные семечки, богатые растительным белком. Не можете побороть тягу к сладкому и свести к минимуму количество перекусов. И вновь на помощь придут семечки тыквы, которые долго усваиваются и имеют низкий гликемический индекс, благодаря чему не возникает резких скачков сахара в крови и уменьшается желание полакомиться вкусным пирожным. Можно ли употреблять семена тыквы перед сном? Принимая во внимание высокую калорийность семян, не рекомендуется употреблять их перед сном. Но, из каждого правила есть исключения. В состав сырых тыквенных семян входят магний и трептофан, которые мягко успокаивают нервную систему и стимулируют сон. Так, аминокислота трептофан способствует выработке гормона серотонина, преобразующейся в гормон сна мелатонин. Поэтому, если вы устали после тяжелого трудового дня, если ощущаете тревожность и раздражительность, побалуйте себя горстью тыквенных семечек с медом или фруктами за час до отхода ко сну. Такой второй ужин поможет расслабиться и уснуть. Что ж, вот мы и подошли к главному вопросу. Улучшится настроение. Аминокислота трептофан повышает выработку гормона удовольствия серотонина, благодаря чему улучшается эмоциональный фон, легче переносится стрессы. Ближе к ночи серотонин преобразуется в мелатонин, регулирующий фазы сна и бодрствования, борющийся с бессонницей, помогающий выспаться. Но и это далеко не все полезные свойства семян тыквы, включая которые в ежедневный рацион вы улучшите когнитивные функции, укрепите память, снизите утомляемость, улучшите в целом функционирование головного мозга. Укрепится иммунитет. Хотите забыть о частых простудах, насморке и кашле? Включите в свой ежедневный рацион тыквенные семечки, содержащие цинк, микроэлемент, являющийся природным иммуномодулятором, необходимым для полноценной работы вилочковой железы. Именно этот орган вырабатывает Т-лимфоциты, которые нейтрализуют бактерии и вирусы. Немаловажная роль селена в укреплении иммунитета, поскольку данный микроэлемент принимает активное участие в выработке эритроцитов. Нормализуется стул. Мы уже говорили о том, что в семенах тыквы содержится достаточно большое количество клетчатки, абсорбирующей и выводящей продукты распада метаболитов, регулирующей выработку пищевых ферментов и улучшающей обменные процессы. Вы забудете о запорах, желудочных спазмах и повышенном газообразовании, если каждый день будете съедать порядка 60-100 граммов семян тыквы. Уменьшится отечность. Нарушение солевого обмена, заболевания почек, печени и сердца, могут стать причиной отечности конечностей и лица. Семена тыквы обладают мягким диуретическим, мочегонным эффектом, обеспечивающимся входящими в их состав калием, кальцием и магнием. Ежедневное употребление тыквенных семян поможет не только уменьшить отечность, но и снизит риск образования оксалата кальция в моче, тем самым предупредив развитие мочекаменной болезни. Нормализуется давление. Регулярное употребление семян тыквы снижает кровяное давление и укрепляет стенки артерий, а все благодаря входящим в их состав фолиевой или нолевой кислотам. Магний и калий регулируют работу сердечной мышцы, а железо повышает гемоглобин, снижая риск развития анемии. Полиненасыщенные жирные кислоты нормализуют кровообращение, препятствуют образованию холестериновых бляшек в сосудах, тем самым предупреждая развитие тромбов. Хотите снизить риск развития сердечно-сосудистых патологий, нормализовать давление и повысить гемоглобин. Чаще употребляйте сырые тыквенные семечки. Укрепятся кости. Цинк и фосфор отвечают за укрепление костной ткани, препятствуют развитию остеопороза и артрита. Если же проблемы с костно-мышечным аппаратом уже развелись, ежедневное употребление семян тыквы в сочетании с медикаментозной терапией поможет уменьшить воспаление и проявление болевого синдрома на ранних стадиях заболевания. Уменьшится проявление простатита. Благодаря выраженным противовоспалительным свойствам цинка, очищенные сырые семена тыквы способствуют уменьшению воспаления, локализованного в предстательной железе. Употреблять семечки рекомендуется также для профилактики простатита и поддержания половой функции у мужчин. Снижается риск развития рака молочной железы. Согласно результатам исследования, опубликованного в медицинском журнале Nutrition and Cancer, употребление продуктов, в состав которых входят фитоэстрогены, уменьшает риск развития рака молочной железы. Кроме того, фитоэстрогены, которые в большом количестве присутствуют в семенах тыквы, способствуют сохранению молодости женского организма, поскольку действуют подобно женским половым гормонам эстрогенам, выработка которых с возрастом сокращается. Нормализуется содержание сахара в крови. Употребляя 30-60 граммов тыквенных семян в день, вы нормализуете содержание сахара в крови. А все благодаря магнию, содержащемуся в семенах тыквы. Недостаток именно этого макроэлемента наблюдается у 40% пациентов с диагнозом сахарный диабет. А поскольку в процессе переработки сахара расходуется порядка 98% магния, его необходимо ежедневно пополнять извне. В противном случае высок риск развития сердечных патологий, дегенеративных заболеваний, нарушения зрения, повышения кровяного давления и ожирения. Вместе с тем на одни лишь семечки не стоит надеяться в вопросах профилактики сахарного диабета 2 типа. Вред тыквенных семечек. Чрезмерное увлечение тыквенными семенами чревато следующими последствиями. Расстройством пищеварения, чаще усугублением запоров. Повышенным газообразованием. Сбоем в функционировании нервной системы. Аллергическими реакциями вплоть до анафилактического шока. Набором веса. Противопоказания к употреблению семян тыквы. Данный продукт противопоказан при индивидуальной непереносимости. Повышенной кислотности желудка. Гастрите и язвенной болезни в стадии обострения. Камнях в почках и печени. Поскольку семена тыквы обладают выраженным желчегонным действием. Во всех остальных случаях сырые тыквенные семечки, которые можно добавлять в салаты и соусы, обогатят ваш рацион витаминами и минералами. Будьте здоровы!